Добрый день, спасибо, что пригласили, очень приятно поучаствовать в данной дискуссии. ДТЭК Энерго – это компания, которая работает около 50 тысяч человек, это 30 тысяч шахтеров и энергетики. Мы работаем в базовой отрасли страны, которая, по большому счету, обеспечивает самым необходимым, что сейчас нужно, это свет. Я всегда говорю, что, наверное, очень сложно сесть на карантине, если нет света дома, потому что даже тот же интернет или зум не работает без этого. Поэтому мы всегда ответственно относимся к тому, что мы делаем и оцениваем ситуацию со всех сторон для того, чтобы обеспечить это важное задание, о котором я сказал. Начну с малого. По большому счету, как мы ответили на коронавирус, который пришел неожиданно, как все коллеги проговорили. Мы изучили оперативно опыт Китая, посмотрели, что они свои станции закрывали на такой вот изолированный режим. У нас 9 станций, и мы, не дожидаясь еще объявления, которые были сделаны правительством или министерством, самые первые, кто изолировал около 2000 человек на станциях, это полностью изолированный режим, когда мы обеспечили подвоз еды, медикаментов и так далее, но закрыли доступ к внешнему миру. Мы уже третью неделю, наши энергетики обеспечивают производство электроэнергии в таком вот изолированном режиме. Для чего это нужно? Потому что если вдруг появляются заболевшие, к сожалению, мы не сможем найти достаточное количество людей, которые могли бы заменить людей на станциях. Я считаю, что это очень правильное решение было с нашей стороны, и мы уверены в том, что мы сможем и дальше производить необходимый объем электроэнергии. Мы сейчас даже сделали целые шлюзы, через которые мы запускаем людей на наши станции, через ПЦР-тесты, очень сложная система, но тем не менее мы видим, что мы способны обеспечить нормальный функционизм наших предприятий. Поэтому здесь, в этой части, мы самостоятельно приняли все меры, и думаю, что мы до конца этой пандемии пройдем в нормальном режиме. Если говорить на уровень выше, это на уровень страны или на уровень отрасли, то, конечно же, здесь ситуация совсем другая. Кризисное явление, которое мы сейчас наблюдаем, это не коронавирус. Вот коронавирус лишь только, скажем так, усугубил ситуацию. На самом деле, кризис начался у нас гораздо раньше. По моим оценкам, это где-то 9-10 месяцев, которые прошли под таким флагом популизма и безответственности. Под флагом непринятия решений, которые необходимы были в отрасли не сегодня, не вчера, а гораздо раньше. Как следствие, вот уже коллеги говорили, это у нас огромный кризис неплатежей. И если раньше это был кризис неплатежей за товар, то сейчас это кризис неплатежей по заработной плате. Не только энергатам не может сейчас заплатить заработную плату, но и тепловая генерация, Укргидро. К сожалению, это дальше по цепочке транслируется в платежи за топливо. У нас в настоящий момент в отрасли 33 государственных шахты и порядка 17 частных. Так вот, большинство из них в апреле и частные государственные в марте и уже в апреле были на простое. Официальная причина, почему государственные шахты находятся на простое, это коронавирус, на самом деле это не так, это просто отсутствие денежных средств для того, чтобы производить необходимый товар и отсутствие рынка сбыта угля. А это 40 тысяч человек, это, считайте, порядка 150 тысяч членов семей, это миллиарды гривен налогов, которые платятся порядка 30 городов-спутников. Наша компания также пострадала от этого безответственного отношения к отрасли. С 1 апреля нам пришлось вывезти в простой Доброполе уголь, это предприятие второе крупнейшее в стране, которое имеет лучшую себестоимость по сравнению со всеми государственными шахтами. Там работают 6,5 тысяч человек, тоже в настоящий момент они не работают. И мы в настоящий момент рассматриваем остановку крупнейшего объединения страны угольного, где работают 30 тысяч человек, это поворот уголь. Причина – банальная невозможность платить сейчас за работную плату, второе – невозможность платить за перевозку угля на станции и обеспечить всем необходимым. Поэтому, как мы видим выход из ситуации? Первое – это восстановление управляемости отраслью, для этого необходим руководитель, министр. Второе – принятие срочного антикризисного пакета, куда входит решение вопрос по сбыту украинского угля, по сбыту украинской электроэнергии и обеспечению необходимой оплаты за эту электроэнергию. И третье – это сбалансированность всех игроков рынка, это гарантированного покупателя, это производители зеленых из ветра и солнца и решение вопросов, связанных с платежами по старым долгам, которые накопились уже за три месяца и за прошлые годы.